да два месяца занимаюсь волонтерством эксгумации мы выкапываем мертвые тела которые были прихоронены во дворах вот на территории детского садика на территории школ вот сейчас мы выкапывали одну бабушку ей 90 лет а сейчас вот людей откапываем то что люди возвращаются с эвакуации и просто обнаруживают у них во дворе могилка чата или еще что-то вызывают полицию и уже потом начинаем вот это все делать уже как-то надо уже похоронить так по-человечески не вот так вот мы помогаем у меня товарищ он сам мусульманин у него сгорело два дома и вот мы вот так вот скооперировали с ним со двора девятиэтажного дома и потом мы выкапывали в мощу не между горинка и мощуном в лесу мужчина его пытали были связаны руки ноги и завязаны глаза и был выстрел в затылок было разрушение черепа это все видно было у меня есть на съемках если ну как бы интересно я могу вам эти все кадры конечно все печально то что она там сейчас я покажу вот это пожилая вот эта пожилая женщина ей 94 года прожила пережила вторую мировую и вот и не пережила русский мир вот это в частном секторе тоже я уже не помню понимаете за два месяца я уже столько перекопал людей и перехоронили что вот тоже вот в машине мы вот тоже достаем вот видите человек настолько уже высох за два месяца в этой яме что мы выкапываем это нас тоже помогаем на кладбище ну вот смотрите вот у нас вот вот видите вот как раз крестик два крестик и три крестик вот так вот были похоронены люди потому что похоронить нормально было невозможно шли обстрелы взрыва ну вот табличка смотрите видите фамилия имя отчество фамилия имя отчество вот когда что тут каждого история и история вот это всей жизни это вот это человек сгорел приехала полиция на женщина заявила что пропал муж разрушенный дом и говорит пропал муж вызвали нас потом приехала полиция эксперт и она говорит вот лежит какой-то ну видать собака обгорела а то оказался ее муж там остался вот там три килограмма осталось ее кость его костей всего лишь на все вот этот человек тоже умер не выдержал во двор попал град снаряд и просто не выдержало сердце у него как бы от осколков нет но поехали в этот службу ритуальных услуг и предложили свои услуги еще два месяца назад вот это раньше людей собирали на улицах когда они были просто убитые не давали вообще похоронить то эксгумация вот этих всех людей так что все очень настолько меня как бы спрашивают а как это там переносить а как это то вот так вот я думаю что во первых это другие не хотят этим заниматься это ж надо как-то людей хотя бы по-человечески похоронить понимаете это ж ну очень они же заслужили за за всю свою жизнь они же ну не собаки что их там как-то в кульках или в одеялах уже как-то надо уже похоронить так по-человечески ну а а а а а а Господи, Слатои Побло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok